здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы продолжаем создавать наш сайт на wordpress и в этой 17 части урока мы доделаем меню для нашего сайта сейчас она у нас выглядит вот таким образом это у нас три ссылки которые при нажатии открывают определенные разделы на нашем сайте то есть мы поставили якоря то есть ссылки на место в странице дальше давайте создадим вот такое меню как на образце то есть наша задача сделать чтоб здесь разворачивался список каких-то подменю и также чтоб наше меню стало прозрачным то есть фоновая картинка у нас находится под меню но если мы будем прокручивать то видим что у нас появляется белая плашка которая не прозрачная вот нам нужно сделать что-то подобное также цвет ссылок мы рассмотрим при наведении видите ссылки становятся зеленого а в обычном состоянии они красные то есть цвет ссылок мы разберем где можно это менять для этого на нашем сайте давайте откроем две страницы я щелкаю правой клавишей создам дубликат второй странице на левой странице давайте зайдем в консоль и здесь выберем внешний вид меню здесь у нас теперь находится наше меню в прошлом уроке мы создали в верхнее меню вот это меню а теперь давайте создадим еще несколько элементов меню чтоб оперировать ими для этого здесь слева есть вариант произвольные ссылки щелкаем на этой кнопке то есть вот здесь вот здесь нам надо указать адрес в интернете и сам текст ссылки давайте сделаем ссылку на видео здесь я напишу видео саму ссылку давайте скопируем сверху копируем и ставим вот сюда дальше нам надо здесь поставить будет якорь и жмем здесь добавить в меню и видим появляется кнопка у нас видео щелкаем здесь на этой кнопке разворачиваем и здесь дальше можем отредактировать если нам это нужно заходим на наш сайт здесь жмем настроить ищем раздел видео и он у нас называется вот так вот айди копируем это и и здесь убираем палку ставим здесь решетку и ставим скопированное слово далее жмем сохранить меню щелкаем и видим что мы сделали все правильно заходим заново в меню консоль давайте добавим еще одну ссылку щелкаем произвольные ссылки здесь назовем это цифры копируем адрес сайты ставим его а дальше обратно жмем настройки ищем где у нас раздел с цифрами счетчик настройки и копируем соответствующее слово жмем здесь добавить меню жмем произвольная ссылка раскрываем и здесь ставим решетку и соответствующее слово жмем сохранить заходим обратно в меню чтоб одна ссылка была в другой надо захватить за названием и перетянуть одно внутрь другого попробуйте проделать то что я сейчас проделал жмем сохранить и видим соответствующее меню выпадает если щелкнуть на цифрах то я вижу что они не работают то есть остальные ссылки все работают а цифра нет это давайте откорректируем у нас там по русски написано цифры это может приводить к ошибкам и неправильной работе обратно жмем настроить здесь давайте это стерем и поставим это на английском каунтер жмем опубликовать а здесь это исправим жмем сохранить здесь я обновлю еще раз страницу и щелкаем ну вот теперь видите прекрасно работает далее давайте сделаем меню нашим прозрачным по умолчанию при загрузке страницы давайте сейчас перейдем в нашу шпаргалку под видео я уже написал где что находится здесь у нас жмем настроить дальше настройки темы и дальше у нас вот хедер здесь написано цвет меню при наведении курсора и прозрачный заголовок то есть это мы сейчас и проделаем то есть ищем настройки темы переходим на наш сайт жмем настрой дальше настройки темы дальше хедер и здесь стоит галочка прозрачный заголовок ставим эту галочку и видим что наше меню становится уже сразу прозрачным выше у нас находятся варианты цвет ссылки меню давайте здесь щелкнем и выберем давайте синий цвет ниже у нас идет цвет меню при наведении курсора тоже давайте здесь щелкнем и выберем фиолетовый цвет далее жмем опубликовать щелкаем здесь на крестике жмем на ссылки видим что при нажатии ссылки становятся фиолетовые а в обычном состоянии они синие здесь выберите цвета которые вам больше нравятся заходим еще раз настройки темы хедер здесь давайте выберем красный цвет и жмем опубликовать проделайте соответствующие действия в следующем уроке мы добавим вниз нашего сайта раздел социальных иконок то есть при нажатии можно перейти на какую-то социальную сеть это у нас будет следующем уроке а пока проделайте то что мы сделали если есть вопросы по текущему уроку задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке